Всем привет! С вами Евгений Карташов. 21 июня вышло очередное большое обновление пакета Adobe Creative Cloud. И в частности обновления коснулись всем известной программы Adobe Photoshop CC. Теперь она называется Photoshop CC 2015-5. Я постепенно по мере изучения буду рассказывать об обновлениях, которые произошли в данной программе. В этом уроке я расскажу о новых возможностях фильтра пластика. Вот мы открыли изображение. Давайте скопируем его на новый слой. Нажмем Command J на Mac или Ctrl J на компьютере под управлением Windows. Итак, я скопировал изображение на новый слой. Идем в меню фильтр. Пластика. И обратите внимание, что здесь появился новый инструмент лицо. И также в меню появился новый пункт пластика с учетом лица. Лицо выбирается автоматически. А если на фотографии несколько лиц, то можно выбирать каждое лицо и работать с ним отдельно. Давайте посмотрим, как работает новый инструмент. Начнем с формы лица. Как видите, здесь можно изменять лоб, высоту подбородка, линию подбородка и ширину лица. Давайте попробуем. Я увеличу изображение. Нажимаю Command Plus или Ctrl Plus на Windows. Перемещу лицо в центр. И начну двигать ползунки. Вот таким образом можно уменьшать или увеличивать высоту лба. Следующий регулятор увеличивает или уменьшает высоту подбородка. Также можно несколько сузить подбородок. Вот таким образом. Точнее, это сужает нижнюю часть лица. И также можно регулировать общую ширину лица. То есть сделать его пошире или поуже. Для того, чтобы посмотреть до-после, нужно включить вот эту галочку «Дополнительные параметры», использовать все слои, режим на переднем плане и непрозрачность 100%. Таким образом мы можем переключаться в режиме «До-после». Вот «До», вот «После». Давайте снова вернемся на новый инструмент. С этим мы разобрались. Пойдем дальше. На вкладке «Рот» можно управлять различными параметрами. Например, сделать легкую улыбку, либо наоборот слегка опустить уголки. Также можно изменять форму губ. Например, сделать верхнюю губу чуть побольше или поменьше. В зависимости от того, какой рот у модели. Также с нижней губой. Также можно регулировать общую ширину рта. И высоту. Причем все работает очень плавно и естественно. То же самое с носом, но здесь всего два параметра. Можно увеличивать или уменьшать высоту носа. И его ширину. И, наконец, инструмент «Глаз». Здесь можно увеличивать или уменьшать размер глаз. Высоту. Ширину. Наклон глаза. То есть, немножко наклонять глаза наружу или внутрь. Но мы оставим как есть. И регулировать межглазное расстояние. То есть, если глаза посажены, например, очень широко, можно немножко приблизить их к носу. Вот таким образом. Также можно регулировать параметры непосредственно на лице. При наведении курсора, например, на область овала лица, вы можете управлять шириной лица, высотой подбородка. нижней половиной лица, высотой лба. И точно так же со всеми другими частями лица. То есть, например, здесь можно управлять размером глаза, наклонять, приближать или удалять к носу вот таким образом. И то же самое можно делать с носом и с губами. На мой взгляд, данный инструмент очень удобен. И теперь можно легко поправить в незначительной степени и, естественно, различные черты лица. Закончив работу с фильтром, нажимаем ОК или Энтер. И фильтр применяется. Вот таким образом мы можем посмотреть эффект до и после. Естественно, при этом важно не перестараться, чтобы лицо сохранило свое естественное выражение и естественные черты. На этом все. С вами был Евгений Карташов. До встречи на следующих уроках.